Привет, друзья! Без долгов и всё-таки немного рассказать о нашем бюджете, но не в том смысле, в котором вы понимаете слово «бюджет», а в том смысле, что есть расходы, и надо как-то с ними справляться, когда есть определённая сумма, что с этим делать, как жить. Когда мы раньше, 70-е, 80-е и ранее употребляли слово «бюджет», «бюджетники», «бюджетные», это всё звучало как «достаток», то есть можно было это сопоставить с «достатком». Сегодня бюджетники и вообще бюджет слово, такое какое-то стереотипное наверняка мышление у многих, ну в принципе, что такое бюджет? Бюджет – это взять деньги, которые есть, и распределить их на определённые части, и придерживаться этих частей, знать, как варьировать между этими частями. Но самое главное – это не упустить ни одну часть из виду, потому что именно здесь и начинается проблема. Когда есть вещи, которые мы говорим «ну это не в бюджете», или «ну это же только трусики», или «это же только носочки», или «ну это же только мороженое». Это всё должно быть прописано в бюджете, потому что вот из-за этих мелочей, которые мы считаем, что почему-то не относятся к бюджету, но каждая вынутая копейка из кошелька или из вас вашего банковского счёта – это да, входящее дело в ваш бюджет, второе дело, в какой пункт бюджета своего вы это внесёте. Есть ли у вас вообще бюджет в семье расписан? И придерживайтесь ли вы этого бюджета? Вот это вот основные ключевые моменты, я думаю. И если да, у вас есть бюджет, пожалуйста, напишите мне в конце, если ваша семья живёт по бюджету, все ли пункты у вас перечислены или всё-таки только какие-то основные. Потому что, например, есть люди, у которых есть только бюджет, расписан, например, на продукты. Или есть бюджет, например, который только расписан на отпуск. А как бы бюджет семьи, он включает в себя каждую копейку, которая вошла в дом, и каждую копейку, которая вышла из этого дома. А та, которая не вышла, куда она пошла? Вот мы поговорим немножечко сегодня именно про наши расходы. Я не буду говорить, сколько стоит, когда вы живёте на съёме, потому что я уже далека от этого, и город от города отличается, естественно, и квартира от квартиры отличается. Мы будем говорить конкретно про мою ситуацию, про ситуацию моей семьи, про наши расходы. Для тех, кто не считает деньги, для тех, кто живёт в полном достатке, это видео будет абсолютно неактуально, абсолютно неинтересно. Но для тех, кто хочет немножечко отложить деньги, для тех, кому всё-таки сложно справляться с семейным бюджетом, с семейным доходом, для тех, кто никогда, в принципе, и не думал о бюджете семьи, и я думаю, будет более полезно это видео, просто посмотреть на наш пример. Я дам какие-то маленькие советы по тому, как мы пытаемся сохранить бюджет более-менее в балансе. И я надеюсь, это кому-то из вас может пригодиться, или просто даже будет любопытно узнать, что, на сколько мы тратим. Начнём с основного пункта расхода нашего бюджета. Это, конечно же, ипотека. Ипотека на английском называется mortgage. Mortgage мы платим еженедельно по понедельникам по 500 долларов. То есть, в среднем, получается, 2000 долларов канадских в месяц. Пункт, который я могу отнести к именно вот нашему такому жилищному вопросу, который идёт следующим достаточно крупным пунктом после моргиджа, это property tax. Property tax вы платите каждый год. И вне зависимости от того, сколько вам лет, какое количество ваших детей, есть они или их нет, их наличие или их отсутствие. В общем, это никак не влияет. Таксы вы платите исключительно из того расчёта. Муниципалитет, конечно же, делает этот расчёт. Оценки земли, на которой стоит ваш дом. То есть, чем лучше район, чем лучше в нём школа и так далее, тем, естественно, property tax будут дороже. И вы никуда от них не денетесь. Это тоже часть. Либо их можно платить, в принципе, либо одним разом. Но в основном их делят в среднем на 4 части. Каждый год, надо отметить, property tax растут. Они почему-то не становятся меньше, они только растут. В среднем за год property tax мы платим в районе 4500 долларов канадских в год. Ну и делите это примерно на 4 платежа. Вот это как бы следующий достаточно крупный пункт. Сейчас давайте посмотрим немножечко по счетам. Давайте начнём с фирмы, в нашем случае, в нашем районе PowerStream. Это фирма, которая доставляет нам воду и электричество. Давайте посмотрим, какие у нас тут расценочки и сколько у нас получается. Ну вот здесь можно видеть, что сервис расписывается электричество и вода. Счётчики показатели, период, то есть за 60 дней. Предыдущий рейдинг, настоящие, как бы прошлые параметры, нынешние параметры. Сколько, в общем, использовано? Значит, электричество и вода 21700 кубических метров. Электричество 513.760 кВт. Значит, сделан adjustment factor. Это, видимо, берут как бы всю улицу, на которой мы живём. Смотрят, в общем, делают общую подводку. И если, допустим, у нас меньше, то делают adjustment. То есть нам добавляют то, что как бы в среднем семья из этого количества человек на нашей улице пользуется. В общем, получилось с 513.760 кВт. Это пока что были только параметры счётчика. Теперь поехали по самому Биллу. Значит, они расписывают о том, что предыдущий мой счёт, который мы произвели в октябре, был 218 долларов 42 цента. Теперь поехали. Баланс. Значит, по электричеству. Значит, по электричеству у вас всегда даётся в распечатке. Меня, кстати, где-то в комментариях спрашивали, а сколько у вас в Канаде стоит, значит, киловатт там один. Во-первых, у нас идёт разделение по суткам. Во многих странах я знаю, это сделано. То есть у нас есть летний период и зимний период. Но помимо периода у нас есть большой пик, средний пик и когда нету пика электричества. Естественно, когда нету пика электричества, это самое дешёвое электричество. И мы можем это видеть, что летом это 0.18. Мид пик, это когда средняя напряжённость, это 0.132. И, естественно, офф-пик, самый дешёвый, это 0.087. То есть, естественно, лучше всего пользоваться на офф-пик. Но вот здесь немножечко ещё проблема возникает, потому что офф-пик в среднем начинается после 7 часов вечера. То есть, пользоваться электричеством в основном нам приходится, и мы это делаем после 7 часов вечера. И я вам потом объясню, почему. Деливери. Обратите внимание, деливери – это то, что мне поставляют. Вот, можно видеть более расписано. За то, что мне просто поставляют, это электричество. То есть, даже если я вообще не буду находиться дома, я заплачу 46 долларов. Дальше. Есть ещё взнос, ну, типа, наверное, в муниципальной регуляторе. То есть, то, что по закону, короче, пункт надо заплатить – 3.62 доллара. И таким образом, за электричество у нас получается 107 долларов и плюс налог HST – это таксы, налог, провинциальные налоги – 13 долларов ещё сверху, почти 14. Поехали дальше. Вода. Вода очень всё просто. Water charge у нас 34 доллара. То есть, за то, что, как бы, вообще поставляется к нам в дом вода – это 34 доллара. За то, сколько мы использовали – это 46 долларов. Итого вода – 80 долларов 81 цент. Всё вместе – вода и электричество счёт – 202 доллара 27 центов. Вот здесь рядом ещё есть такая табличка – daily average electricity usage. То есть, в среднем, сколько мы используем электричество в день на ежедневном практически уровне можно посмотреть. И также daily average water usage, то есть, сколько воды в среднем мы используем в день. Вот средние оценки. Вот это то, что касается счёта за воду и электричество. Подогрев воды и отопление дома идёт у нас через Enbridge по газу. Итак, давайте посмотрим, что у нас тут начарджилось. Значит, это у нас за период с октября по ноябрь – это то, что у меня последнее есть в руках. Я не знаю, возможно, уже, по идее, пришёл и другой, но одним словом. Значит, у нас есть customer charge, то есть, в принципе, то, что напользовано, напользовано на 20 долларов. Delivery to you – то, что вот вообще мне, значит, открыли кранчик, чтобы в мой дом потёк газ – 8.78 долларов. Значит, за то, что, в принципе, вообще у них есть станция, которая даёт газ, я тоже должна платить $1.15. Значит, помимо этого мы платим transportation to Enbridge. То есть, за то, что вообще у нас есть компания, в которую привозят газ, я тоже должна заплатить $5.24 ежемесячно. За то, что этот газ всё-таки как бы до меня дошёл, да, из ихнего кранчика к моему дому вытек всё-таки. Не то, что они только открыли кранчик, за который я заплатила $8.78, а за то, что ещё это всё дотекло в мой дом, gas supply charge – это $10.40. Значит, cost adjustment – 28 центов. То есть, видимо, как бы в общей оценке на моей улице мне нужно было ещё доплатить $28. Итого мы пришли, charge for natural gas, натуральный газ, $42.99, плюс HST, налог $5.59. Итого мы пришли к счёту $48.58. Значит, мы можем как наблюдать и видеть, что этот счёт мы платим ежемесячно. Значит, что касается кубических метров газа, сколько мы использовали. При этом обратите внимание, то есть за customer charge, то есть то, что я напользовала, это $20.00. Всё остальное из этих $48.00, то есть больше половины цены – это за все услуги вокруг того, что я могу получить этот газ. Значит, вот идёт у нас метрическое использование, но смысл в том, что gas used this period – 93 кубических метра. Наверное, я так правильно понимаю, я на самом деле в этом не очень хорошо понимаю, но я так предполагаю. Это то, что было по счетам, ну, как сказать, за услуги, за услуги домашние. Знаете, я так вот сейчас смотрела данные воды, электричества, всего, и вспомнила, что, знаете, такое ощущение, вот когда мы жили на съёмной квартире, до переезда в свой дом большую часть этих вещей вы не платите. Поэтому очень хорошо жить на съёмной квартире в том плане, что если вы действительно хотите сэкономить и насобирать, например, какой-то down payment на… Не какой-то, а down payment на собирать себе на дом. Ну, или важно, знаете, люди в разных ситуациях по разным причинам живут на съёмных квартирах. Иногда это просто стиль жизни, люди любят жить в квартире. Всё-таки в квартире немножечко другие платежи, опять-таки, когда вы на съёме живёте, не когда вы купили дом, там тоже очень много расходов абсолютно разных. Но когда мы переехали в свой дом и начали приходить эти welcome tax, ну, это отдельный разговор, и о нём у нас уже был разговор, мы с Костей как-то уже говорили об этом. Потом, значит, property tax, электричество, газ, вода. Вы знаете, у меня друзья в Монреале живут, они вообще за воду не платят. В доме они не платят за воду. Они даже… Окей. То есть, когда вы начинаете за всё платить, у вас вдруг глаза расширяются, и вы думаете, господи, какой счёт придёт ещё. Вот. Конечно, когда вы живёте в полном достатке и обеспечены деньгами, об этом вам думать не надо, и дай бог, чтобы все пришли к такой точке, то это одно. Но мы говорим про средних, основную массу населения нашей планеты. Это люди, которые работают, как бы платят по счетам и пытаются хоть как-то где-то сэкономить. Поэтому, конечно, было немножко, я помню, страшновато. Потом вы входите в этот ритм, конечно, уже понимаете, когда придёт какой счёт, примерно какой он будет. Но экономия, как бы, вот эта в голове сидит постоянно. Бюджетная экономия. Смотрите, как мы пытаемся сэкономить на именно вот электричество в воде. Ну, вода, понятно, там, значит, очень простая экономия. Во-первых, вы не моете посуду вручную. Это первое, что никогда не нужно делать. Мы это делали первые месяца два. Потом мы всё-таки поняли и нам сказали, ребята, нужно мыть. Это намного более экономнее будет в посудомойке, чем вручную. Воды выливается намного больше. Даже если вы будете мыть по системе Израиля, да, то есть сначала помыть посуду с мылом, с мылом, потом её смыть. Это как бы, во-первых, забирает ваше время. Во-вторых, это тоже прилично воды уходит. А так машинка сама хорошо всё помыла. Экономно и средства вам использовала моющая. И, в общем, всё нормально. Поэтому, прежде всего, посуду мы моем только в посудомойке. Второе. Как бы исходящее из этого посудомойку мы включаем не тогда, когда нам захочется, а только вечером. То есть после 7 часов, когда офф-пик. Потому что вы заплатите просто реально в полцены от этого. То есть вы закладываете машинку в течение дня или там вечером. И в 7 часов или перед сном нажимаете кнопочку «Пускай вперёд». И оно себе стирается, и всё. Так что сушку вы отключаете, если есть машинки. Не во всех машинках это возможно сделать, посудомоечных. Но в нашей машинке можно убрать сушку. Сушка берёт очень много электричества. Нужен очень большой объём энергии для того, чтобы включить эту функцию. Поэтому эту функцию я просто отключаю. И если вы ещё до того, как пошли спать, закончили мыть посуду в посудомойке, вы просто открываете дверку, выдвигаете все эти чашечки, тарелочки. Они просто стекают, высыхают. Утром всё сухое складываете по местам. Что касается стирки. Стирка тоже происходит после 7 часов вечера. Стираю я в основном на выходных. На выходных вы можете стирать в любое время дня и ночи. Потому что на выходных всё время считается офф-пик. Я не знаю почему, но именно так. Хотя на выходных люди и готовят, и стирают. Но в общем на выходных это офф-пик. Поэтому на выходных в основном я стираю. Обычно у меня набирается не больше, чем 3 стирки. Чёрная, белая и ещё какая-нибудь, например, постельная или полотенца. Если нужно что-то подстирать в течение недели, я тоже это делаю. Но только лишь, естественно, в офф-пик после 7 часов вечера. Важный пункт. Я не использую сушильную машину. Потому что это просто бешеное количество энергии, которая тратится. Электроэнергия, которая тратится очень большой. То есть, конечно, зимой, если мне нужно что-то срочно высушить. Понятно, разные бывают случаи. Для этого у меня и существует эта машинка сушильная. Конечно, я пользуюсь. Но это очень редкие случаи. Исключительно редкие случаи. Вот это мои основные будут такие вот рекомендации именно по электроэнергии и по воде. Что я хотела добавить ещё, то, что касается газа. Например, мы не сразу это поняли, но тоже маленькая подсказка. Например, летом. Летом вода в трубах очень тёплая. Вы сами знаете, в земле вода очень тёплая выходит. Поэтому вам не нужен высокий размер горячей воды в этом бойлере. Потому что вода практически, можно мыться в холодной воде. А зимой чуть-чуть увеличиваем. Мы не ставим его даже на максимум. Зачем вам кипяток, который льётся? Пусть она не льётся кипяток. Она будет просто хорошая горячая вода. Не нужно до максимума доводить. Таким образом, фитиль газовый будет включаться реже. И таким образом, газа будет использоваться меньше. Ну, вот такие вот рекомендации. То, что касается вот как бы именно бытовой, всей вот этой техники, вот этой всей фигни. Но это очень важно, важно. И, конечно, мы знаем, там холодильник открывать реже. Даже на Украине Острелопередача, они там проводили акцию по, значит, экономии электричества. Вы знаете, я даже, как бы, что они, потому что у них там свет отключают и всё такое. Они, в общем, кипятят чайник, и они эту горячую воду заливают в термос. Если они захотят потом пить чай или кофе в течение ближайшего часа-двух, у них есть горячая вода в термосе. То есть, тоже неплохая идея, да? То есть, я до неё даже не додумалась. Ну, как бы, уже не до такой степени. Но смысл в том, что, как бы, окей, чайник там я с утра вскипячу, в обед и вечером, ничего страшного. Но это тоже чайник очень берёт очень много электричества. Плюс, что касается готовки, я готовлю тоже после 7 часов вечера. Либо нужно это делать до 7 утра, кто рано встаёт. Потому что офф-пик идёт с 7 вечера до 7 утра. То есть, кто ранней опташкой встаёт утром, до 7 может приготовить еду. Днём я не готовлю это очень дорого. Особенно, кто готовит в духовках, в духовых шкафах больших. Это же надо разогреть его. Кто готовит какие-то блюда, которые нужно долго тушить, я всё это делаю после 7 часов вечера. Конечно, если приходит ребёнок со школы, не нужно быстро сварить там макароны, пожарить яйцо или, не знаю, что-то подогреть, мы, конечно, это всё включаем. Но в основной массе я все готовки делаю после 7 часов вечера. Поэтому, в принципе, мы знаем, что наш бюджет распределяется на какие-то определённые базовые вещи. Мы знаем, что это groceries, да, то есть всё, что связано с продуктами еды и покупки, как бы, для нашего бытового пользования, скажем так. Значит, это housing, это всё, что, в общем, связано с домом. Это, может быть, даже сюда можно отнести мебель, какие-то improvements, ремонт и так далее. Дальше сюда входит basic utilities, о чём мы уже поговорили, transportation. В данном случае я вообще не пользуюсь никаким транспортом, кроме машины вечером в магазин. Костя пользуется транспортом, и у нас есть такой пункт, так сказать, в среднем на бензин. Так как мы ездим в основном, как бы, он ездит только на работу, у меня здесь мелкие выезды, как бы, на кружок, в магазин и так дальше. Там иногда мы едем куда-то в путешествие, если едем. В среднем у нас получается на бензин где-то 150, ну, максимум, скажем, 200 долларов в месяц. Плюс у Кости есть ещё стоянка на работе, которая стоит нам, по-моему, 150, я могу ошибаться, 150 долларов в месяц. То есть это основные пункты тоже в месяц, и на transportation. И insurance. У нас есть insurance, который Костя платит от работы. Я у него узнаю подробно, сколько это здесь вам сейчас напишу. Insurance, который пакет. И зарплаты отчисляется тоже какой-то там процент, ну, как бы, на медицинские expenses, которые идут базовые, типа, как государственные. За счёт чего наша медицина бесплатная, за счёт наших налогов. Я хотела сказать про insurance, потому что то, что я сказала, что определённая статья бюджета – это insurance. Insurance есть плат, частный insurance от работы, которую мы платим, а есть, как бы, государственный insurance, который мы платим. И, естественно, там, в каких-то, наверное, процентах это идёт. Я сказала, что ты придёшь, я у тебя спрошу, и ты мне быстренько скажешь цифры. Ну, ты сказала, что это всё подразделяется, что там есть ступени, что есть программы. Ну, у нас самая большая статья расхода – это налоги, которые мы платим на зарплату, что ты знаешь. Да, то есть, как бы, тут Костя говорит, и на веб-иншуэнс, а почему ты ничего не говоришь про налоги и зарплаты? Я говорю, ой, извини, так это тоже надо будет сказать. Это больше, чем мы платим, это налоги, зарплаты, только то, что мы платим за федеральные и провинциальные. Это самое большое, даже больше, чем в виду. Где-то месяц, просто не знаю. Слушай, ты, по-моему, делал видео о налогах. Ну, да, я когда-то давно ещё... Вот это видео у нас есть, я, кстати, вставлю его в описание к этому видео. Костина видео на его канале о налогах, как распределяются налоги по зарплате. Так что это я уже от тебя сократила. Ну, да, там налоги на зарплату, там и сколько у нас получается. И там есть иншуранс? Там есть. Хорошо, но про иншуранс отдельно ты сказал, что расскажешь. Я сказал... Ну, не должен быть, я не стремился рассказать, но как бы ты сказал. Просто расскажи, что в двух словах, как ты хотел. У нас так, ну, это всё зависит там дальше от работодателя. Полностью от работодателя зависит. Частная страховка. То есть мы платим, у нас есть ОХИП, медицинская страховка, которая покрывается государством. Вон там, мы платим 1000 долларов в год. В конце года нам приходит, когда мы заполняем таксы, то в одной из этих нам надо заплатить 1000 долларов за нашу medical insurance. А, в зарплаты это не вычитается? В зарплате, в зарплате у нас есть tax, есть employment insurance, это то, что мы безработные остаёмся. На случай, если мы остаёмся безработные. И пенсионный взнос. Это то, что снимается напрямую с зарплаты. И об этом есть видео? Да, это точно есть видео. Это я вставлю в описании к видео, ссылку на видео. Там, там, ну, там каждый год это меняется, каждый год проценты меняются. С этого года, то есть каждый год это меняется. С этого года до 2020 какого-то года, они будут этот пенсионный взнос увеличивать. Каждый год по чуть-чуть. То есть, если на данный момент у нас было, например, 5% в год мы платили на пенсионный взнос, то в следующем году будет 6%, потом 7%, потом, ну, они дают до 8%. Ну да, чтобы как-то бороться с инфляцией, которая будет на момент, когда мы станем пенсионерами. Да, чтобы были нам деньги на один момент, когда мы уходим на пенсионный взнос. То есть, по чуть-чуть они будут каждый год поднимать. Сейчас с 5 и до 8, то есть почти в два раза наш пенсионный взнос увеличится. Это очень много денег. Да. То есть, почти 10% зарплаты снимают только на пенсионный взнос. Кошмар. Это не зависит от зарплаты, это есть годовой максимум. Ну, надо, это как бы ты рассказывал в том видео. Но там не было этих изменений, это изменения в этом году. Ну, вот ты о нем сказал, а теперь расскажи про иншуранс, который... Потом, потом у нас есть медицинская срокопа, которая покрывается государством. Все частные врачи и судная страховка государством не покрываются. Да. Ее надо покрывать частным образом. Вот это частным образом покрывается, если вы работаете, мы работаем, покрывается работодателем. Да. В нашем случае, на нашем случае, это все зависит полностью от работодателя. На прошлой компании у нас не было зубной страховки, но мы, так кажется, ничего не платили. То есть, сам пакет, иншуранс, вот этот вот пакет, который есть, у каждого работодателя свой. Свои фирмы, свои варианты, свои опции. Возможности оплаты, возможности, все полностью отличается. Покрытие нас... То, что мы тут говорим, это вообще даже не пример, но мы просто так, как мы говорим про наши расходы, то Костя просто расскажет, и в двух словах, может, кому-то это будет интересно, о том, как именно работает это. То есть, в Монреале мы ничего не платили за нашу... Да, в Монреале мы ничего не платили, у нас не было зубной страховки. У нас не было зубной страховки. В том случае, мы ничего, мне кажется, не платили. Мы сами все платили за зубы, все, что есть. Да, зубы мы все платили. На таблетке были. На таблетке было, да. Таблетки бесплатно мы брали. За счет страховки, потому что она покрывала себестоимость как бы этих... У нас было 100 долларов. Минимум мы должны были потратить. А, была франчиза. Да, с выше этого мы получали 8% возврата. Окей. Здесь у нас есть, у каждого работодателя, у нас есть 5 пакетов, наши работодатели. Первые 5 пакетов, и нам работодатель дает, мне кажется, 2000 долларов в год. На это правит иншернс. Мы не можем взять какую-то другую, только то, что нам продает работодатель. Да, то есть, ты можешь пойти в другую компанию и сказать, я хочу ту компанию. Нет, я не могу ничего делать. То есть, ты должен принять только лишь один из пакетов работодателя. Да, у нас таких есть 5. Первые бесплатные. То есть, первые я ничего не плачу. Получается, что работодатель мне возвращает 2000 долларов. Допустим, я не помню, помню точную сумму. И работодатель возвращает 2000 долларов мне обратно. Не деньгами, а в виде... В каком-то виде. В каком-то виде, но за это надо платить налог. То есть, это добавляется к моему инкому, и с этого надо платить налог. Это первое. Потом есть второе. Мы платим, например, 500-500 долларов. 500 на таблетки и 500 на зубную страховку. Третий пункт у нас 1000. Это на семью, то есть на семью. Если индивидуально, то это семью тоже половина с этого всего идет. Потом есть третий пакет. У нас, например, 1000 долларов на зубы и 1000 долларов на таблетки. Четвертый и пятый. То есть, чем дороже пакет, тем больше возврата идет в конце. То есть, тем больше возврата идет, когда я что-то покупаю. При нулевом пакете мне ничего не возвращается. При первом пакете мне возвращается, например, 20% за зубы и... Сори. Да, возвращается 20% за зубы, 20% за таблетки. Третий пакет мне 50 на 50. Четвертый пакет 80 мне возвращают на его пакеты. И пятый пакет мне полностью возвращает мои расходы на страховку. То есть, когда в пункте есть свои ограничения, что можно покупать, что нельзя покупать. На какие-то, например, зубы есть там супердорогие, то тоже 100% не вернется. В некоторых пакетах есть очки мокры, можно купить. В некоторых нельзя очки купить. В некоторых есть массажи, в некоторых нет массажа. Ну, все зависит от пакета. Все зависит. Так, возвращаясь к нашему... В этом году у нас на компании очень сильно подняли эту страховку, которую мы должны платить. То есть, работодатель нам дает то же самое, максимум 2000, но каждый пакет стоит дороже. То есть, третий пакет в этом году уже надо было доплачивать по 50 долларов в месяц экстренно было платить. Чтобы получить третий пакет. Мы не взяли третий пакет на таблетки, мы взяли третий пакет на зубы. Второй пакет на таблетки. То есть, таблетки имеют частные врачи. То есть, все частные врачи, все, что экстра идет. Помимо того, что не покрывается государственной страховой. То есть, таблетки покрываются, которые в корзине покрываются страховой. массаж там есть. Это мы взяли второй пакет, и получается, что нам работодатель еще должен вернуть где-то не 500 долларов. И работодатель нам задолжал. Да, он должен нам 500 долларов сейчас. Эти 500 долларов он в течение каждого месяца мне переводит на зарплаты, но я за это плачу налог какой-то. И получается, что мы ничего не платим, нам еще работодатель возвращает. Если бы я взял второй, то нам бы вернули, например, тысячи долларов. То есть мы ничего не заплатили? В этом году мы ничего не платим. На государственную? Это будет на видео? На государственную мы платим, потому что мы платим в конце года с таксами. А, тысяча долларов, то, что ты сказал. Ну вот такие. Это по Кебеку, но в реале это совсем по-другому идет. Ну да, да, нет, по Онтарио ты имеешь в виду. Это в Онтарио такая система, что... Да, в общем, Костя, а так видео у нас про бюджеты, я рассказывала про наши растраты, и про основу все пункты, в основном как бы люди спрашивают. Вот сегодня люди находятся, живут на съемной квартире, пытаются как-то насобирать деньги, не совсем знают, как жить с бюджетом, что это такое, какую рекомендацию ты можешь им дать? Ой, а ты... Сразу вопрос. Сразу вопрос. Ну, какие-то основные точки, может быть, есть, которые ты можешь сразу сказать. Понятно, что нужно... А собирать для чего? Для дон-пеймента. Это нереально, собрать для дон-пеймента. Спасибо, выключайте видео. Просто пойти купить. Нам максимально деньги взять, взять деньги у банка, побольше процентов купить. Да, квартиру. А собирать это просто нереально. Как-то можно собрать себе, заход остается почти ничего. Как-то можно собрать деньги. Как сэкономить деньги? При наших расходах, например, мы не можем ничего насобирать. Если бы мы даже не покупали у нас моргидж, почти то же самое, что и съем квартиры, то при наших расходах мы бы собирали, не знаю, 100 долларов в месяц. Максимум, чтобы мы могли отходить. Это... Это максимум, я говорю. Что на этом у нас было все. Это 100 долларов. Вот ты бы собирать 1000 долларов в год. Чтобы тебя откладывать на 50 тысяч, тебе надо откладывать меню, допустим, 2 года, 3 года. На 5000, надо 25 тысяч, 2000 долларов в минимум месяц откладывать. Значит, увеличивайте свой доход. Надо не экономить, надо увеличивать доход. А не уменьшать... Расходы... Сорите деньгами и увеличивайте свой доход. Это то, что ты говоришь. Ну, в районе Торонто это нереально. В районе Монреаля было более реально, все мог снять более дешевую квартиру. Здесь минимальные квартиры... Значит, рекомендаций нет. Для... Я спросила рекомендацию. Для людей, которые хотят начать жить по бюджету и собирать деньги. Как, с чего им начать? Какой подход? Такие вещи. Я спрашиваю еще о первых шагах. Ну, тут все зависит от человека. Если он ходит в ресторан, то, конечно, надо в ресторан, например. Про это я уже говорила в видео. Расходы на машину. Здесь в районе GT я даже не вижу, как это можно сильно сэкономить. Короче, Костя, не рекомендует вам, если вы живете в Торонто, начинать копить, живите, как вы жили. Нет, ну, в районе Торонто это очень тяжело. Я не знаю, что надо делать, чтобы в районе Торонто сюда сэкономить. Я сейчас зарплату снимаю, 35% минимум зарплаты снимаю. Плюс есть инжен, из которых это еще 15%. То есть 50% тебе уходят только почти минимум на долгие тысячи месяцев на работу. Пусть проезд на работу с работы. Плюс ланч на работе иногда. Плюс, не знаю, электричество в Аббрео. И плюс еда, вот эти все расходы есть. Какая здесь графа? Спасибо, Костя, что ты сегодня пришел к нам в наше видео. И рассказал нам про все. Ну, это, да, пожалуйста. Жизнь тяжелая штука. А что делать? Кому сейчас легко? Кому сейчас легко. Божете банк ограбить. У Кости очень хорошие рекомендации. Да, это какой-то лучший вариант. Не, можно на работу, например, с кем-то подвозиться. Можно на работу на велосипеде, например, доезжать, не на машине. Это дешевле будет. И ты уже сейчас говоришь про варианты экономии. Как можно сэкономить? А я говорю просто, какие рекомендации для людей, с чего им начать? Ну, пока, на нашем случае сейчас процент на моргаль, очень дешевый. Так, в случае взять моргаль, купить дом, чем экономить деньги. А уже потом думать. А вот и потом думать. Максимум. Габи, сейчас выкручу цвет. Максимум. Все, это время такое, говорит уже Габи, что все, ребята, хватит записывать видео, иди сюда. Хватит записывать видео, идите ложите меня спать уже. Габи, сделай бай-бай. Бай. Ручкой помаши. Вот так еще раз помаши ручкой. Да не ногой, рукой. Она машет ногой. Помаши ногой. Все, бай-бай. Мы платим. Дальше. Минимум лоялти пейментс. То есть, если у вас есть какие-то долги, которые вы должны оплачивать, вы должны со своей зарплаты откладывать определенный процент. Вначале рекомендуют обычно начинать, если вы в очень тяжелом положении, хотя бы с 5%. Вот. Ну, а в среднем хорошо дойти до 20%. Если это не долги, то на отложить. То, что называется сейвингс. На сейвингс хотя бы старайтесь 20% отложить от вашего дохода. Ну, не хотя бы, хотя бы 5, а так, чтобы хорошо, 20. И child care or expenses needed so you can work. Дети – это большой отдельный пункт. В данном случае у нас очень экономно получается, потому что и до кружок пианино пока что 105 долларов, плюс учебники, которые надо покупать там раз в 4 месяца в 5, это 60 долларов, плюс сейчас у нас начинается кружок математики, это 30 долларов за урок, 4 урока в месяце, посчитайте тоже, плюс соточка еще добавляется с хвостиком. Габи пока что без кружков, но скоро она тоже начнет ходить. Тоже это в среднем 100 хотя бы долларов, 150 берите в среднем. Дальше, какие child expenses? Если у вас ребенок ходит after school программ, у нас этого нету. Если у вас ребенок ходит в садик и после садика есть after school, автор как бы продленный день, это все expenses, которые могут бы счисляться в сотнях долларов и в тысячах, даже если у вас маленький ребенок ходит в частный садик. У нас этого всех этих expenses нету, поэтому это уже как бы значительный пункт экономии, потому что я дома. И если у вас есть также детские программы, на которые вы откладываете деньги, у нас да, есть открытая программа, мы туда делаем вклады раз в 2-3 года, получается мы 2 раза вкладывали, мы просто сразу большую сумму ложим, скажем, 2000-3000, есть люди, которые по 60 долларов в месяц откладывают, по 100 долларов в месяц, то есть это по способностям и по возможностям. Это деньги, которые откладываются на учебу ребенку, которые он может сможет вытянуть только после 18 лет и только на нужды учебы. Там есть еще всякие подводные камни и все такое, но как бы нас это уже не обходит, внутри бюджета это то, что происходит. Значит, сейчас более подробно я расскажу вам еще про, как бы это по большому счету все пункты, важно внести сюда всегда пункт такой, непредвиденные расходы, хотя бы 5% откладывать на непредвиденные, мало ли что-то сломалось, что-то срочно нужно купить. Знаете, непредвиденных расходов у нас каждый месяц, оказывается, они есть. Плюс обязательно расход на рестораны. У нас рестораны, раньше входил пункт вместе в тревелс, там где мы отдыхаем в отдых, но сейчас мы решили это разделить. То есть рестораны у нас идет отдельный пункт и отдельный пункт тревелс. То есть путешествия ваши должны быть расписаны и запланированы, в зависимости от вашего дохода и возможностей и желаний, конечно же. В данном случае мы пока что не можем себе позволить летать, потому что 4 человека, полет, самый дешевый, какая-то там занюханная, закрюканная куба. По большому счету на сегодня, я думаю, я смогла осветить эту тему, по крайней мере, так, как я хотела ее осветить. Очень думала долго о формате, потому что тема сложная, говорить о ней можно очень долго и очень много. Еще раз хочу повториться и сказать, как я и сказала в начале видео. Люди есть разные, семьи есть разные, разные растраты, разные подходы к жизнью. Не всегда нужно рассматривать то, что мы пытаемся сэкономить, как какое-то жлобство или еще что-то. Люди пытаются сэкономить для того, чтобы накопить на тот же отпуск, кто-то для того, чтобы накопить на квартиру, на дом, на свой уголок, кто-то для того, чтобы что-то купить. У каждого цель своя. Но денежку собирать нужно. Поэтому я не хочу видеть здесь никаких негативных комментариев под этим видео. Сразу говорю, потому что обычно эта тема цепляет очень много разных слоев. И эта тема именно рассчитана на людей, которые пытаются сэкономить и понять, как справиться с их, возможно, небольшим бюджетом. Значит, последняя часть, о которой мы поговорим сегодня, это groceries, то есть продукты и все, что касается бытовых покупок, таких как, ну и да, простых там, я не знаю, каких-то бытовой химии домашней, обычных средств гигиены, например, там того же мыла и чего-то такого, плюс продукты. Значит, это последняя часть, о которой я хочу поговорить сегодня и рассмотреть в своем видео. По большому счету, говорить много не буду. Скажу только то, что в среднем у нас уходила, у нас семья из четверых, то есть двое взрослых, двое деток. Ну и считайте, если малышку еще буквально даже год назад я сильно не всчитывала, то сейчас ее можно всчитывать как полноправного члена семьи, который, в общем, питается, в принципе, нормально. То есть мы тратили в среднем где-то, будем говорить так, от 800 до 900 канадских долларов в месяц на продукты. Продукты на продукты и все, что связано вокруг, там, порошки и так дальше. Значит, мы вышли с другим немножко планом и мы решили сделать немножко другой подход к покупкам. И мы смогли, два месяца мы жили, делали этот опыт. Мы урезали прямо в половину, прямо в половину все отрезали. Сложно получается, это возможно, но нам не хватает. То есть нам нужно увеличить, примерно мы посчитали на почти 200 долларов. На 200 долларов надо увеличить. То есть, если мы сократили это почти там на 450 долларов, почти там 850, то надо все-таки накинуть еще почти 200, потому что не хватает. То есть, ну, скажем, 600. Когда это говорю, это не значит, что мы сидим на рисе и картошке, да, скажем так. У нас есть и мясо, и молочное, и там все крупы, и, в общем, овощи, фрукты. То есть, это все-все у нас есть, у нас есть все в питании. Да, мы не покупаем органические продукты, они на порядок дороже. И я, в принципе, как бы абсолютно отношусь к этому спокойно. То есть, кто покупает органику, есть возможность, пожалуйста, кто нет, нет. Пытаемся, конечно, питаться. Мы очень много готовим. Я готовлю много. У нас почти нет полуфабрикатов никаких, практически нет. Это только лишь, если я покупаю какие-нибудь миксы замороженных овощей. Полуготовая мы ничего не берем. Поэтому, в общем, все готовим. Естественно, мы будем не забывать, что, ну, и как во многих странах, в Канаде еду нужно брать с собой из дома. Поэтому, в принципе, у меня получается, что нужно из собой собрать, и дошу собрать, и костью собрать. Но у еда, конечно, немножечко другой набор, чем у кости. Мы немного питаемся на улице, хотя это не идет в раздел грошерис, это у нас идет в разделе ресторанов. Там, да, и как бы еда, которая аутсайд. У нас ее достаточно мало, и мы пришли для себя к каким-то таким совсем другим подходам. Если раньше мы могли в Макдональдс пойти, и так дальше, и так дальше. Сегодня, во-первых, дети не наедаются моим Макдональдсом. Я, естественно, как и все, не считаю, что это самое лучшее. Особенно, когда вы летом, а мы путешествуем много. И получается, Макдональдс чаще, чем два раза в неделю, это очень много. Поэтому, и по деньгам, понимаете, получается нам сейчас на четверых взять еду. А еду у меня, в принципе, ему надо брать уже взрослую еду. Вот, даже если мы меняемся, я ем детскую еду, он ест взрослую еду. И, в общем, все равно получается в районе 35 долларов. И как бы, что съел, что песню послушал. Кушать все равно хочется. Поэтому мы пришли к тому, что мы по возможности кушаем в Костка. Я либо беру просто целую курицу в гриле, покупаю у них свежую, значит, батон. Не батон, а багет длинный. И упаковка помидоров. Это в среднем получается черри. В среднем это получается от 15 до 18 долларов. Вся семья наедается. И это нормальная еда. Полноценная. Поэтому в плане еды и так дальше. То есть, не всегда мы покупаем это. Например, иногда мы можем просто пойти и купить у них пиццу целую. Это 11 долларов. Иногда мы можем купить у них просто по хот-догу с водой. Там у них получается по доллар 60. Хот-дог с водой. То есть, да, мы говорим про случаи, когда у вас дети, когда вам нужно быстро накормить, и чтобы этого хватило хотя бы на 2-3 часа вот этой еды. То есть, такие расходы по ресторанам мы пока что не ходим. Во-первых, маленькие дети. Во-вторых, это очень удовольствие недешевых. Опять-таки, не забывайте, у нас одна зарплата. То есть, поэтому нам нужно жить достаточно так, экономно. И, конечно, когда мы выходим гулять, очень много еды берется из дома. Мы берем разнообразные крекеры, яблоки, бананы. Мы берем с собой кофе в термос. Какие-то батончики. У нас очень много всяких таких вещей. Поэтому это очень достаточно неплохо держит. Если, во-первых, подпитывать детей нужно все время. У кого есть маленькие дети, тот меня поймет. А во-вторых, ну, все равно как-то нужно как бы дотянуть до еды. То есть, пока вы ходите, смотрите, гуляете по музеям, все равно вам нужно доехать до какого-то магазина, до какого-то чего-то, где вы будете кушать. Поэтому с пустыми руками не пойдете. Что касается еще продуктов. Самого списка продуктов, говорить здесь не буду. У меня есть плейлисты. Там, где я делаю обзоры своих покупок в Костка, в Ноуфриле. И вообще по ценам в магазинах Канады. Три плейлиста. Я вам их приложу в описании к этому видео. Вы сможете в них зайти, еще раз посмотреть, что мы берем. В принципе, список, конечно, может меняться немножечко в ту или иную сторону. Но принцип остается тот же. Как бы продукты те же все. Я думаю, что я смогла осветить по ценам, как это у нас. Сколько мы тратим практически по всем пунктам. Конечно, примерить на каждого это нельзя. Потому что у всех разный доход и разный расход. И даже для кого-то наш расход покажется дорогим. Но в Торонто такие цены. Это, поверьте мне, это все недорого. Просто, знаете как, за каждой вашей покупкой, вот вы пришли в магазин, и рука тянется. Нужно понять, ваша рука тянется, потому что вам этого хочется, этот продукт сейчас купить, поесть или попробовать. Или он вам просто нужен. Теперь, когда вы говорите, он мне нужен, вы должны разобраться, он вам нужен или он вам необходим. То есть, если он вам просто нужен, как бы, многие воспринимают, нужен равно хочу. Если вы говорите, окей, вы не знаете, в доме тоже много чего нужно. Например, мне нужны новые шторы. Но это не необходимость. Правильно? То есть, вы понимаете, о чем я говорю. То есть, есть вещи необходимости, есть вещи нужда. Иногда мы так чего-то хотим, мы превращаем это практически в нашу нужду, желание в нужду. Так вот, очень важно разделить желание от нужды. Тем самым вы берете просто лист, составляете лист желаний. То есть, что бы я хотел купить. И на это у вас есть определенный бюджет. В течение года вы откладываете на него. Когда приходит время, вы накопили, или есть какая-то скидка, вы идете и покупаете. Но только если у вас есть на это бюджет. Не только прописанный, а еще и отложенные деньги на этот бюджет. Если этого нету, вы этого не делаете. Значит, это может подождать до следующего года. Есть неотложные вещи, мы говорили об этом. Это тоже входит в бюджет. Непредвиденные расходы, например. Но если мы приходим в магазин, мы разделили между хотим и нужно. Потом мы отделили нужно от необходимо. Если мы поняли, что нам действительно это необходимо, мы кладем это на нашу коляску, в сумку, куда мы с чем приходим в магазин. И так мы делаем покупку. Как только вы начнете с таким подходом подходить к покупке вещей, продуктов, неважно чего, ваш бюджет изменится. И начать уже можно сегодня. Вы просто берете свои кредитные карты. Не из головы, нет. Вы берете распечатки своих кредитных карт, распечатки банковские, чтобы знать также, что вы по дебиту расплатили с наличными, где, потому что часто кредитка этого не покажет. Вы скажете, окей, я потратил тысячу, а то, что вы еще тысячу наличных потратили, это вам никто не скажет. Поэтому вы вытаскиваете распечатки банка, вы вытаскиваете распечатки кредита и выписываете, сколько вы потратили на продукты, сколько вы потратили на то, на то, на то, на то, и сколько вы отложили. Если сейчас картинка вам не понравится, то это нормально, ничего страшного. Вы только начинаете. Со следующего месяца начните обращать на это внимание. Составляйте это каждый месяц. Третий, четвертый, пятый. За полгода, по идее, понемножечку, если вы будете очень осторожно к этому относиться, вы сможете начать менять привычки покупки, отношения к бюджету. И картинка начнет исправляться. Я желаю вам удачи, успехов. И деньги, конечно, это важно. Но пусть они будут каким-то небольшим инструментом, который необходим для того, чтобы как-то оперироваться по этой жизни нашей, для того, чтобы как-то жить. Но не для того, чтобы это все становилось нашим основным инструментом жизни. Желаю всем счастья в новом году, хорошего бюджета, чтобы он был большим и безразмерным на любые ваши растраты, на любые ваши пункты. Всего хорошего. Пока-пока. Пишите ваши комментарии, вопросы. И если вы захотите видео какого-нибудь такого плана, что-то из темы бюджета, я с удовольствием вам расскажу, потому что, поверьте, мне есть много чего я могу рассказать. Я живу по системе бюджета уже более 10 лет. И, знаете, очень много разных подходов мы пробовали. И я надеюсь, что я смогу помочь вам с какими-то вопросами. Все, держите 5. Пока! Пока!